зима крестьянин торжествуя на дровнях обновляя путь его лошадка снег почуя несется рысью как нибудь добрый день дорогие друзья вас зимой с первым днем зимы всех всех кто смотрит меня на кого я подписан наконец-то она началась 2 декабря 2 декабря у нас минус 3 отличная погода отличное настроение пробилось даже солнце которого мы не видели наверное неделю а может быть больше голуби отреагировали на первые солнечные лучи хорошим настроением вышли в вольеры позволили себе даже немножко погреться захватить это зимнее короткое солнце а мы с вами порадуемся тоже этому дню вообще надо радоваться каждому дню что бог нам дает возможность просыпаться улыбаться засыпать и надо ценить каждый день который у вас есть и каждое утро доброе счастливое которое вас встречает утро всегда хорошее несмотря на все невзгоды утро это самое лучшее время суток когда у тебя стоят планы когда ты полон энергии и отдохнувший стремишься выполнению своих задач и планов ну а сегодня будем говорить об интересной теме я открывал свой канал на youtube улетный дачник я наверно целый год думал как это сделать и вообще о чем я буду говорить понятно лето когда когда прекрасная погода когда птицы поют и светит солнце спортивные голуби это постоянные тренировки и вы это видели а что будет дальше когда наступит зима и это меня очень тормозило в открытии канала я не знал о чем я буду говорить сегодня мы будем говорить продолжение темы рассказов темы сами они приходят и люди вы прежде всего задаете вопросы я сам себе задаю вопросы на которые иногда не знаю как ответить но этот вопрос для себя решил сегодня мы будем говорить об утилизации отходов содержание голубей это помет куда это все девать когда я начинал держать голубей еще в костроме их было вначале немного порядка 20 штук и это не доставляло проблем но когда их было больше доходило до 100 штук даже голубей возник вопрос куда это все девать я этот проблему для себя решил это все идет круговорот природы все закладываем в почву закладка осуществляется в почву очень просто пытался вначале его замачивать поливать но можно с передозировкой не угадать и потерять весь урожай для нас в зоне в которой нахожусь как его ее называют зона экстремального земледелия эта тема очень актуальна очень актуальна ну еще один вопрос вернее как он помогает вот эти отходы голуби голубинного содержания помета это дипломатическая грамота со всеми соседями весной я им этот помет бедра дарю они этому очень рады и содержание голубей не вызывает присутствие и соседство с голубями соседей не вызывает у них уже такую агрессию во-первых ко мне уже по-другому начинают относиться во вторых знают что эти голуби для них весной и хозяин этих голубей для них весной принесет очень полезное удобрение вот дорогие друзья чищу я питомник по возможности каждый день три кита которые мне помогают в этом деле четыре мои руки даже пять руки желания скребок совок и щетка вот куда это все девать каждый ну вот почти каждый день вот такой ведрышко но правда у меня лопнуло вот я делаю просто и сейчас я вам это все покажу значит весной осенью верней все засыпаю на землю на грядке которые возделаны теплицу засыпаюсь все сверху засыпаю а зимой просто сыплю под деревья под кустарники или рядом лучше с кустарников это у меня сейчас я покажу и это все за зиму он как бы сгорает сгорает весной его уже практически нет и все вот эти полезные все понятно что и за зиму это все вымораживается но все все равно что-то остается и вот это все полезно во первых утепляет корневую систему рядом с деревьями и создает благоприятные условия для перегноя и обогащения азотом растения но сразу же задаю вопрос держателем голубей украины волгограда это прежде всего украины сан викторов билетский александр ковалев у них там и так все растет куда это не сидевать и сергей николаевич родионов герман астрахань голуби астраханики и хищники канал голуби мира ребята куда вы это все деваете у вас и так благодатный край как вы с этим справляетесь мне очень интересно а я показываю как это делаю я вот у меня здесь растет кизильник блестящий сажал два года назад 10 кустов 10 кустов уже вторую зиму так делаю вырос очень значительно значит покупал он еще был совсем маленький совсем маленький и вот за два сезона за два лета он вот достиг таких размеров я его подрезаю идея создания зеленой такой красивой изгороди и что я делаю как с пометом все очень просто я вот так сверху я это все два раза я делаю вот кизильнику засыпают вот так все очень очень просто летом соответственно раздаю все соседям раздаю соседям или в компостную кучу складываю там все перегнивает вот так я утилизирую отходы отходы производства которые не только голуби которых мы не только вкладываем деньги но эти деньги нам еще возвращаются я не покупаю навоз не голуби его любезно предоставляют закончим тему закончим тему помета все знают что здоровье голубей здоровье голубей это прежде всего определяется но для одной из критерий здоровье голубей это помет качественный помет круглый с белой точкой как говорят многие держатели голубей спортивных европе чтобы было еще перышко сверху но это уже наверное эстетические нюансы хотя тема требует как бы надо прислушиваться всегда к мнению посмотрев канал майкоп бойные голуби постоянно его смотрю я все каналы еще раз смотрю очень красиво все ребята у вас это когда смотришь высоколетную птицу николаевскую летом разновидности вот это когда поднимается это стая мне я всегда пишу это прям похоже на млечный путь завораживающая красота бойные голуби разрезающие своей палитрой красок как я герману в комментариях написал вчера по моему белый синий холст небо разрезающая разбавляющая пестротой красок голубей красотой полета этой птицы посмотри еще раз посмотрев канал майкоп бойные голуби и александр викторович белецкий это применял стал применять соду скептически никогда не отношусь ни к чему всегда смотрю всегда думаю всегда анализирую и если тебе люди показывают и говорят что это эффективно почему бы это не попробовать я это попробовал соду стал добавлять в воду как на пи значит были комментарии всего остальное чайная делаю чайная ложка на 200 граммовый также как майкопский майкоп бойные голуби канал по мед ребята у моих голубей такого помета никогда не было но просто душа радоваться значит применял одну неделю сразу же пошла на третий день стабилизация помета потом сделал паузу начал давать лук и чеснок водой как я вам говорил что я делаю пошли некоторые ухудшения по помету то есть он стал так совсем другой жидковатый но вот час второй день опять третья неделя пошла как применяю пищевую соду добавляю опять все стабилизировалось поэтому есть люди которые грамотней наверно с большим опытом и я никогда не стесняюсь не боюсь при прислушиваться и перенимать опыт других голубевода с большим опытом содержание голубей как сказал владимир ильич ленин если я узнаю что знаю мало я добьюсь того чтобы знать больше эта фраза висела на плакате и я ее читал три года когда учился в военном училище и каждую вечернюю проверку я эту фразу прочитывал для себя эта фраза помогла мне сдать марксистко-ленинскую философию на пять ребята всего доброго дай бог вам всем здоровья счастья любви удачи в наше тяжелое время нелегкое непростое но мы все победим все сдюжим и так будет всегда всем пока спасибо что смотрите меня удачи